Пришло время, когда нужно отдавать долги. И очень мало центров, где можно помочь детям особенным. А в дальнейшем это зависит от нас, как мы будем сами следить за этим фондом. Кто нуждается в этих деньгах, тому надо помогать. Вы знаете, не совсем прямо уж знаю про работу фонда, но распределяться деньги должны быть по совести, я так думаю. Каждому по заслугам. Детям и родителям, которые воспитывают детей особенных. Потому что очень мало, я педагог, и очень мало центров, где можно помочь детям особенным. Особенным, вы правильно подумаете, это с определенными отклонениями физическими, умственными. Потому что очень много детей, которые не организованы ничем. Обычно эта мать-одиночка, и она не может ни работать, ни содержать, очень тяжело. Поэтому я считаю, что нужно начинать оттуда. Там все добрее будут, и можно и выше, и дальше. Мое мнение личное по фонду, народному фонду, я уверена, что если фонд создан для народа, значит будет распределяться народу. Там конкретно написано, кто нуждается в социальной помощи, это детям, инвалидам. Я думаю, что будут распределяться между ними. А для этого, если народный фонд, народ будет контролировать. Я так думаю. Ну, насчет прозрачности, я как-то конкретно не контролировала, не следила за ними, но я думаю, 80% это прозрачно. По телевидению говорят же, что какая сумма поступила. Вот, я как-то недавно тоже передачу видела, что там говорила, что помогают детям, особенно нуждающимся в медицинской помощи. Поэтому, думаю, процентов 80% это прозрачно. А в дальнейшем это зависит от нас, как мы будем сами следить за этим фондом. Даже не знаю, им виднее, куда распределять. Помогать народу, Казахстану, все, считаю. Кто нуждается в этих деньгах, тому надо помогать. Ну, наверное, в экономику вкладывать, для того, чтобы поднималось благосостояние людей, чтобы были открытия рабочих мест, открытие каких-то новых производств, для того, чтобы экономика нашего Казахстана поднималась. Если решили, что такой фонд можно сделать, если этот фонд добровольный, то очень хорошо. Значит, люди, которые могут помочь государству, могут помочь народу, они это делают. Их никто не заставляет. Я так понимаю, что добровольные. Да, хотят помочь государству. Это же президент сказал насчет этого фонда, что когда-то было время, когда государство могло давать людям заработать деньги. Я не хочу сказать обогатиться, заработать деньги. И сказал, что теперь пришло время, когда нужно отдавать долги. Я считаю так.